Харьков Риджинал Фильм Комишин На сегодняшний день из 23 школы 23 школы Киевского района пострадали. Из 23 одной уже нет. Это 134 школа на улице Шевченко, 220. Все остальные имеют разной степени повреждений. Вот эта школа, на мой взгляд, визуально пострадала на сегодняшний день больше всех. И символично то, что это произошло практически на День защиты детей. Как и на другие церковные праздники, Киевский район постоянно серьезно обстреливался. Из 29 садов 24 сада на сегодняшний день повреждены. Из 4 нешкольных учреждений 3 повреждены. Поэтому можно сказать, что весь учебный процесс будет претерпевать определенные сложности. Это самая большая школа Киевского района по количеству детей 1300. И на сегодняшний день 1300 детям некуда будет вернуться. Потому что вы видите, какой характер серьезных повреждений. Хочу отметить, что это одна из лучших школ не только города Харькова, но и вообще Украины. И здесь была выполнена реконструкция стадиона 5 лет назад, современного. Здесь оборудованы пищеблоки, столовая прекрасная для обслуживания детей. И актовый зал в 2021 году. Ну и имеем вот то, что вы видите. То есть прилет ракеты, судя по всему, в 0,9 часов. Сначала был какой-то один выстрел, такой небольшой, как бах. А потом, как ударило сильно, так мы разбежались по этим. Ну, этот, в тамбур вышли. Ну, сильный был удар. Но мне приходят уведомления, типа, от друзей, что 17-ю школу взорвали. Прилет этот я не понимаю. То есть вот этот факт сегодняшней ночи мне непонятен, потому что вокруг находятся только жилые дома, только детские сады, их здесь 4, и центр детского юношеского творчества. Рядом две школы, 55-я и 107-я. Мне сложно понять логику и логистику вообще этих решений, потому что здесь было только мирное население, жители, сотрудники, находились люди в подвале, 4 человека. Здесь не было пункта тестирования, не определено в этом году эта школа. Ранее да. Пункты тестирования максимально выбираются с возможностью безопасности территориально и технически, имея подвалы и так далее. Бомбоубежище посерьезнее. Ну, это, скажем так, старые застройки. Краткие итоги нашего расследования. 4 человека пострадало, женщина, по всей вероятности, волонтер убита, школа разрушена. Смерть рашистским оккупантам. 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 Продолжение следует...